Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В продолжении парламентской темы госсобрание будет контролировать соблюдение законов республики и решать вопросы о доверии премьер-министру правительства и его заместителям соответствующий законопроект о внесении изменений в Конституцию Башкортостана и дополнительных полномочиях законодательного органа депутаты рассмотрят в первом чтении. Повестку дня ближайшего пленарного заседания парламента сформировал сегодня президиум. В частности, депутаты рассмотрят инициативу о продлении срока действия пониженной ставки в 12,5% по налогу на прибыль организаций. Законопроект направлен на развитие крестьянско-фермерских хозяйств и вовлечение в оборот неиспользуемых сельхозземель, а также обсудят еще и изменения в бюджет республики. Так, после уточнения, в 2023 году доходы увеличат на 19 миллиардов, в итоге они составят 286 миллиардов, ну а расходы подрастут на 21,5 миллиард. 306 – впервые будет расходная часть бюджета. Это очень большая сумма. Насчет чего она образовалась? Во-первых, появились неучтенные ранее поступления бюджета, в том числе есть федеральные безвозмездные. Кроме того, увеличены налоговые поступления. Они как раз в комлевом виде войдут в структуру действующего бюджета и позволят увеличить нам целый ряд направлений. Я останавливаюсь прежде всего, что РАИБ будет усилено выделение средств на дорожное строительство. Социальная сфера также получит достаточно большие финансовые дополнительные вливания. Ну и также парламентария рассмотрит новые меры поддержки участников СВО и членов их семей. Но в частности, депутаты предлагают освободить эту категорию граждан от транспортного налога на текущий 2023 год. В Стерлитамакском районе построят новую молочно-товарную ферму на 2000 голов. Свой проект представили на инвест-часе в Доме Республики руководителя группы компании «Урожай». Предполагается, что в хозяйстве будут содержать 2000 коров. Для этого до конца 2026 года возведут коровники, даильно-молочный блок, фидлот, санитарный пропускник, родильное отделение, навозохранилище и другие объекты. Ну вот ежегодно на новой ферме планируют производить более 5000 тонн молока, реализовывать по 200 бычков и молодых коров. При запуске проекта будет создано 33 рабочих места. Причем функционирование фермы для сотрудников будет полностью автоматизировано, ручной труд минимизирован. При этом заработная плата будет выше, чем у работников ферм старого типа на 25-30%. Рабочие места уютные, хорошие, теплые, везде там есть газ, и рабочие места чистые. То есть человек практически не касается вживую корову. Она на намного больше процентов механизирована. Народ сейчас все-таки меньше хочет работать руками, поэтому желание у них большое есть. Ну и объем инвестиций в проект оценивается в 1 миллиард 100 миллионов рублей. Проект будет включен в число приоритетных, что позволит компании получить содействие в подборе и передаче земли в аренду без торгов, а также субсидии по линии Минсельхоза. В Ашкортостане запустят совместное с Белоруссией предприятие по производству трамваев. Соответствующее соглашение между управляющей компанией холдинга «Белкоммун Маш» и управлением инфраструктурой транспорта УФИ планируется подписать на 10-м форуме регионов России и Белоруссии. Вот масштабное мероприятие состоится в Уфе с 26 по 28 июня. Производство разместят на существующей площадке управления инфраструктурой и транспорта УФИ, совмещенной с трамвайным депо. На предприятии в настоящее время достаточно сотрудников, силами которых можно будет провести капремонт тележек и крупноузловую сборку трамваев. Благодаря такому сотрудничеству УФИ можно будет модернизировать существующий подвижной состав. Но и напомню, форум регионов России и Белоруссии проводят с 2014 года. Его главная задача – это укрепить парламентские, торгово-экономические, научно-образовательные, культурные связи двух государств и расширить деловые контакты. В Кугарчинском районе загорелся полигон твердых бытовых отходов. Об этом сообщили в Центре управления республикой. Отмечается, что огонь распространился на площади в несколько сотен квадратных метров. При этом новых очагов лесных пожаров за прошедшие сутки практически не выявлены. Специалисты говорят, что этому способствовали проливные дожди. Однако есть риск, что огонь может вновь вспыхнуть в южных районах региона при повышении температуры. Сейчас на наиболее пожароопасных участках работают 12 камер видеонаблюдения. Еще столько же установят в Башкортостане до конца текущего года. За ситуацией республики мы наблюдаем с помощью системы мониторинга лесохранитель. Сейчас на мониторе вы можете наблюдать село Нугуш Мелюзовского района. К сожалению, сейчас тут выявлено возгорание. Также еще одна локация – это деревня Комсомольск Училинского района. Здесь ситуация уже спокойная. Ну и ранее в Башкортостане по просьбе руководителя госкомитета по ЧАЭС еще на месяц продлили особый противопожарный режим. Изначально он действовал до 15 мая. В этот период запрещено разводить костры на землях сельхозназначения, особых охраняемых природных территориях вдоль дорог, у рек и озер, а также ограничено посещение лесов. Нарушителям грозят крупный штраф. И суд потребовал от уфимских чиновников расстелить аварийную двухэтажку по улице Благоварской. Об этом сообщает прокуратура региона. Непригодным для проживания дом признали еще в 2019 году. Однако до сих пор там проживали люди. Это 10 семей. В ходе технической экспертизы выяснилось, что строение изношено на 75%. Крыша и перекрытие могут обвалиться в любой момент. В итоге прокуратура обратилась в суд с требованием немедленного предоставления владельцам квартир нового благоустроенного жилья по договору социального найма. Ранее стало известно, что республике предстоит расселить 14 тысяч жильцов, порядка 600 аварийных домов в 40 муниципалитетах. Статус непригодными для жилья эти строения получили с 2017 года по началу 2022 года. Программа расселения финансируется из федерального и республиканского бюджетов. К этому часу это все новости. Оставайтесь с РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова